Друзья, сегодня всемирный день диджея. Все, кто считает себя таковым, мы вас поздравляем. На связи с этим мы пригласили нашего следующего гостя Александр Попов. Друзья, пришел к нам, известный во всем практически мире диджей. Здравствуйте. Доброе утро. Александр, здравствуйте. Рад вас видеть у нас в студии. Ваш праздник. Мы вас искренне поздравляем с этим событием. Ваш профессиональный праздник. Расскажите, пожалуйста, с чего началась ваша карьера, когда вы вообще задумались о том, что хотите создавать музыку? Что было импульсом таким? Я с детства люблю музыку и решил, что хочу создавать музыку уже в возрасте 7 лет, когда первый раз увидел, как парень играет на рояле, и меня это так тронуло. Я попросил своих родителей отправить меня в музыкальную школу, приобрести фортепиано. И уже в подростковом возрасте начал интересоваться больше танцевальной музыкой, диджей-культурой. Окончательно сформировал свой музыкальный вкус и определился со стилем уже ближе к 18 годам. Александр, а вот это же период в нашей стране такой не особо, да, было, где достать какую-то информацию. Как вы вообще к этому пришли, почему именно этот жанр музыки стал вашим основным родом деятельности? Да, вы играете в основном, пишете в основном транс, может быть, еще какие-то направления вы нам расскажите? Ну, основным, да, жанром можно назвать транс-музыку по-прежнему. В 2000-х годах, в начале 2000-х, когда я еще был подростком и начинал, действительно были еще проблемы с нормальным интернетом. В конце концов, да, музыка, да, музыка, она была на кассетах частично, частично на дисках, но был какой-то живой такой интерес, и мы начинали активно делать разные вечеринки в городе, играли на виниле тогда еще активно. Большинство диджокеев использовало винил в своих выступлениях. Все им в основном передавалось из уст уста между людьми, между диджокеями, и с помощью коллег, более взрослых, я познавал это ремесло, познавал все тонкости. Ну вот вы сказали, что еще 7 лет вы увидели, как один человек играет на фортепиано, и тоже захотели обучиться этой профессии. У вас есть высшее музыкальное образование? Нет, у меня только музыкальная детская и хоровая школы, и потом была дилемма, идти ли дальше в училище, в консерваторию, и поступив в политехнический университет, были даже мысли все-таки перевестись в консерваторию, но как-то совместно с родителями мы пришли к решению, что лучше я получу стандартное техническое образование, а изучением музыки и ростом в этом направлении буду самостоятельно заниматься. И в целом я считаю, что это был правильный выбор, потому что все навыки, знания, которые мне нужны были, я получил сам в процессе, и большинство музыкантов в жанре электронной музыки, они в основном без профессионального музыкального образования. То есть это совершенно необязательная составляющая именно для диджея? Скажем, она вполне желательна, но абсолютно не является обязательной. То есть если у вас нет музыкального образования, даже базового, но есть хорошие музыкальные навыки, Навыки, чувства музыки, да, слух, есть все шансы, что у вас получится достойная музыка. Ну а с точки зрения именно чисто консервативной профессии диджея, просто сводить музыку, играть музыку, порой даже люди без музыкального слуха, но с хорошим чувством ритма могут ее освоить. Ну тем более сейчас очень далеко шагнули программы разные, которые помогают сводить музыку и так далее. А вот расскажите поподробнее про жанр, в котором вы работаете, так называемый транс, да? Что это такое, что он под собой несет для зрителей обычно? Транс-музыка – это одно из основных направлений танцевальной музыки. В 90-х и 2000-х годах был самый апогей известности и популярности этого жанра. Много треков в этом направлении постоянно звучало на радиостанциях. Сейчас он немножечко, может быть, ушел в андегра, но по-прежнему остается одним из основных жанров музыки. По сравнению с большинством других стилей направлений танцевальной и электронной музыки, в транс-направлении много интересной мелодики и гармонических решений, что лично для меня с творческой точки зрения очень интересно. Я всегда стремился создавать музыку не только технически интересную, но и на полную мелодическими, гармоническими, какими-то интересными ходами. Александр, ну вот у нас есть небольшой сюжет, мы засняли о ваших коллегах интересный видеоролик. Давайте сейчас вместе посмотрим, после чего продолжим. Привет, друзья! У микрофона ваша Ростова Наташа. Маленькое радио на своей волне. Так она сама себя называет. Наташа Ростова радиоведущая. В ФМ пространство ворвалась около пяти лет назад. Тогда и стала частью большой радиосемьи юмор ФМ Саратов. А в прошлом году Наташа создала свою с коллегой по цеху радиоведущим Павлом Рыженковым. Наше знакомство состоялось здесь. Оно тоже происходило очень любопытно, потому что год мы просидели просто плечо к плечу и абсолютно не замечали друг друга, как мужчина-женщина. А потом что-то вот... Я же говорю, магия радио. Это круто. Семейная пара признается, на работе они практически не видятся все время, а это около семи часов в день, с понедельника по пятницу занимают прямые эфиры. Опаздывать к слушателю радиоведущим нельзя ни на минуту. Хорошего настроения вам пожелаю, отличных эмоций и денечка просто превосходного. В перерывах между эфирами Павел Рыженков набрасывает то, что скажет слушателю. Эфирная речь радиоведущика – это не набор слов, произнесенных экспромтом, говорит Павел. Хотя делает оговорку. Важно не только что сказать, но и как. Главное в работе ведущего – голос и интонация. Голос – это одна из составляющих радиоведущего. Здесь важна и харизма, и мироощущение, и вообще твое мировоззрение, возможность как-то привлечь к себе радиослушателей какой-то интересной, может быть, истории. Он отметил, что проезд для всех стоит 17 рублей. Из-за волосного бюджета за перевозку льготников переводят только 9 рублей. Его голос из тысячи узнает каждый саратовец. Роман Дубченко работает на радио уже более пяти лет. За его плечами десяток известных радиопроектов. Всемирный день диджея Роман своим праздником не считает. Говорит, диджей – это тот, кто играет в ночных клубах. Себя же именует радиоведущим. В обществе есть непонятки по этому вопросу. Люди считают, что диджей – тот, кто работает на радио, тот, кто выходит с эфиры. Но совсем так – это все-таки человек, который так или иначе связан с музыкой. Мы все-таки радиоведущие, радиожурналисты. Профессия диджея появилась в России около 20 лет назад, но в трудовой реестр ее пока не включили. Несмотря на это, повелители вертушек не унывают. С каждым годом электронная музыка становится все популярнее. А вместе с ней и те, кто ее делают. Сегодня диджей Алекс Попов известен во всем мире. Прямые эфиры, концерты, клубы. Он начал свою карьеру в нулевых. В 17 отыграл свой первый сет в одном из клубов города. Но настоящая популярность в масштабах всего мира к нему пришла спустя 7 лет. Тогда его сингл «Revolution New» заметил один из самых прославленных диджеев – Армин Ван Бюрен. В 2009 году вышел мой первый трек на лейбле «Армада Мьюзик». Попал он туда относительно случайно, потому что он был подписан изначально на английском лейбле «Ава». Этот лейбл вошел в состав «Армады». И естественным образом уже напрямую со мной начали связываться менеджеры этого лейбла. Они запросили новую музыку. Им очень понравилось все, что я делал. И мы начали достаточно быстро, просто, плотно сотрудничать. Сегодня Александр Попов номинант престижных музыкальных премий. Он сотрудничает с такими исполнителями, как «Даш Берлин», «Космик Гейт», «Эндрю Рейл», «Рубенко». Параллельно с написанием музыки Александр ведет собственный подкаст и еженедельное радиошоу «Интерплей». А также активно гастролирует. За его плечами более 40 стран и сотни выступлений по всему миру. На лучших площадках Европы и Азии. В 2017 году у нас запускается новый мой большой проект. Это лейбл «Интерплей». В рамках компании «Армада Мьюзик» мой собственный саб-лейбл, который будет выпускать музыку мою и музыку молодых ребят. Очень много за последнее время записано новых треков. В самое ближайшее время мы начнем их издавать. С каждым днем ремесло диджея привлекает все больше парней и девушек. Освоить его сложно, но можно, говорят профессионалы. Цель стать известным диджеем Алекс Гош поставил перед собой около 10 лет назад. Парень купил оборудование и начал самостоятельно осваивать музыкальные программы. Сегодня Алекс Гош один из прогрессивно развивающихся электронных музыкантов города. Он выступает в элитных заведениях, пишет музыку для известных исполнителей, сотрудничает с московскими лейблами. Его композиции звучат в эфире музыкальных телеканалов и радиостанций. Сейчас Алекс Гош работает над несколькими большими проектами. Я сейчас работаю с одним очень известным в Саратове диджеем. У него за плечами очень много разных хороших проектов. Его знают многие люди нашего города, знают. И мы с ним работаем над проектом, который будет называться Mad Bad Beats. Он будет выполнен в стиле бас-хаус. Драм и бейс, техно, транс. Еще сравнительно недавно этих слов в России не знал никто. А сейчас электронные перформансы собирают на танцевальных площадках сотни тысяч ценителей. В фестивале Казантик, пиратская станция и Альфа-фьючи-пипл котируются наравне с крупными событиями музыкальной культуры. Да и диджеи в нашей стране ничуть не хуже заграничных. Арт-директор бар-ресторана «Вертикаль» Артем Мексикана это знает не понаслышке. Диджеингом он занимается около семи лет. За это время Артем выступил на десятке музыкальных площадок страны. А теперь каждую неделю он отбирает лучших диджеев для выступлений в своем заведении. У нас есть команда, которая в основном работает здесь. Плюс я уже сказал, я зову старых известных саратовских ребят, которые уже давно в музыке, о которых я уважаю, с которыми работаю очень давно. Плюс молодых ребят, кто именно горит и заинтересован этим. Если я вижу, что ребята талантливые, они классно делаются, дают настроение музыкой, то я всегда в вашу позову стать запутанным. Что ждет профессию диджея в ближайшие 10 лет, трудно представить. Одно можно сказать смело. Она никуда не денется, а может быть даже и обретет официальный статус в России. Ну, мы, конечно же, надеемся, что она обязательно обретет официальный статус в России. Но, тем не менее... Аккуратно профсоюз. Да, профсоюз свой будет трудовый, и все как надо. Тем не менее, исходя из этого видео, у меня сложилось такое мнение, что все-таки, все-таки в России вас не очень хорошо знают как артиста. И остальных ребят, которые наши земляки тоже, да, такие, как диджей Арти, например. Вы популярны очень в Азии, в Европе, в Америке. С чем это связано? Там вы собираете огромные стадионы, огромное количество людей вас знает, любят, ценят. И, то есть, приходят конкретно на вас, как на звезду, послушать вашу музыку. Почему в России не так? В России есть андеграунд-диджеи, есть прослойка, что-то между андеграундом и поп-диджеей. Скажем, диджей Смэш все равно знают большинство. Но, тем не менее, при этом за границей он редко выступает, потому что он сосредоточен на российском рынке, он вместе с поп-звездами выступает на всех телеканалах, и, в общем, за счет этого известен. У него много музыки в ротации. Музыку, которую пишу я, которую пишет Артем Арти, она не так популярна, скажем, на радиостанциях, ее почти не ставят по телевизору. И поэтому мы больше в таком андеграунде. Если просто сравнивать именно андеграунд-культуру в России и, скажем, как она выглядит, допустим, сейчас в Азии, в России есть некий, к сожалению, спад на данный момент, а в Азии, наоборот, подъем. Здесь много разных факторов, и экономический, и демографический. Но в любом случае, я уверен, что за любым спадом всегда идет подъем, поэтому... Ну, то есть каждый диджей для себя сам определяет стратегию, на какой рынок ему выходить. Да, да, естественно, много разных вариантов. Можно стать медийным лицом. Сейчас большинство самых топовых артистов, диджекеев, они, по сути, сравнимы с поп-артистами. Гонорары сопоставимы с поп-звездами. А по диджеям, которые занимаются более какими-то узкими или андграунд-направлениями, конечно, гонорары ниже, но и это свой отдельный мир, это своя культура. И больше, скажем, по, наверное, с точки зрения творческой реализации каких-то возможностей, меньше рамок. То есть не нужно четко под формат работать. Ну, вот вы говорили о том, что у нас в России сейчас идет спад на электронную музыку, а потом будет подъем. Вот, может быть, нужно в этот подъем что-то менять или какие-то нововведения вводить? Как вот вы считаете, как будет вообще меняться электронная музыка со временем именно в нашей стране? Или по-прежнему ваш жанр будет оставаться актуальным? Или вот вы не хотели бы жанр сменить тоже много со временем? Ну, многие, на самом деле, диджеи и продюсеры из-за направления транс-музыки в начале 2010-2012 года, в том числе Артем, начали уходить больше в сторону бум и ДМ, который играл постоянно везде на радио, делать более коммерческую музыку. Лично мне все-таки больше комфортнее в том жанре, в котором я продолжаю работать, транс-музыки, потому что она у меня хорошо получается, я ее искренне люблю, и я считаю, что я еще далеко не все сделал именно в рамках этого жанра. Но все-таки старой себя не ограничивать, и параллельно у меня тоже много разных проектов и своих, и сторонних. Допустим, недавно мы закончили, можно сказать, родийную песню с проектом «Funky Tunes», которая где-то в мае, в июне выйдет. Там, в принципе, ну, такой чистородийный формат, и обычно хотя бы раз, два раза в год я стараюсь такие треки тоже делать, выпускать, потому что такая музыка тоже нужна для того, чтобы поддерживать узнаваемость. У вас хорошо это получается, и свидетельством тому является ваше сотрудничество с одним из известнейших диджеев, продюсеров Армен Ван Бюрн. Расскажите, как вы с ним связались? Он вас нашел, вы его нашли. Что случилось, какой трек ему понравился у вас? Наверное, первый трек, который ему очень понравился, был трек «Revolution in You», он его в 2010 году практически на каждом выступлении играл. Со мной связалась компания «Armada Music», он является владельцем этой компании, и в 2012 году мы подписали большую сделку, я стал эксклюзивным артистом этого лейбла. Ну и уже с 2010 года где-то практически каждый мой сингл Армен поддерживает, играет, привлекает на крупные разные мероприятия, на выступления, на его фирменных вечеринках «State of Trans» по всему миру, на Ибице, и я очень благодарен, конечно, Армену за всю поддержку, которую он оказал мне. Ну вот с кем бы вы еще хотели поработать, и вообще кто для вас является кумиром? Ну, наверное, кумир и коллега – это в первую очередь Армен, человек, который на протяжении стольких лет продолжает оставаться в топе, продолжает быть уверен своему жанру, при этом правильно держит баланс между коммерческим звучанием, какими-то релизами, которые продолжают поддерживать его популярность, и андеграунд-треки, которые любят поклонники именно транс-музыки. То есть он как-то ловит волну, да? Да, он очень правильно и очень долго умеет ловить волну в этом быстро меняющемся бизнесе. А что вы могли бы посоветовать вот начинающему человеку, который только вот первые шаги делает, возможно, написал несколько композиций, как сделать так, чтобы его тоже заметили, чтобы он приблизился к вашей популярности? Нужно очень много работать над качеством, звучания, над идеями. В современном мире технологии уже достигли такого уровня, что можно быстро и качественно сделать ноутбук, практически в любых условиях, на дешевом ноутбуке. Нужно только правильно подойти к этому процессу. То есть, естественно, это не день, не два, не месяц. Обычно уходит хотя бы год-два на то, чтобы познать азы продюсирования музыки. Но если это получается и получается хорошо, нужно со всей страстью и со всей силой окунуться в этот процесс и много работать, ставить большие цели сразу. Цели полагания, говорю, это всегда основа. Александр, спасибо вам огромное за это интервью. У нас время подходит к концу. Мы вам предлагаем поздравить ваших коллег с вашим профессиональным праздником. Да, можете обратиться в эту камеру и сказать несколько слов. Хочу поздравить всех моих друзей и коллег с Международным Днём Диджакея. Желаю всем нам больших танцполов, творческого вдохновения и творческого долголетия. Друзья, с нами в этом часе был Александр Попов, диджей, продюсер и известный музыкант. Мы к вам вернёмся после рекламы. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин